24 новгородца принимают участие в молодежном образовательном форуме Ладога, который проходит на берегу Финского залива в Ленинградской области. За неделю перед участниками выступят более 200 спикеров. Это политики, ведущие топ-менеджеры, журналисты, деятели культуры и искусства. А сегодня на Ладоге день регионов. С работой образовательных площадок познакомятся главы субъектов Северо-Запада, в том числе и временно исполняющие обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин. На форуме Ладога работает наша съемочная группа. Первыми впечатлениями поделится Алена Суфтина. Новгородская делегация работает на молодежном образовательном форуме Ладога уже четвертый день. Именно работает, а не отдыхает. Свободного времени у ребят практически нет. Лекции, мастер-классы, семинары, спортивные состязания. А сегодня здесь своеобразный родительский день. Все делегации ждут в гости глав регионов. Поддержка региональной власти сегодня особенно важна. Сразу три новгородских проекта претендуют на получение федеральной грантовой поддержки. Ребята из Великого Новгорода представят игру для детей и подростков «Новгородские потешки». Также будет показан документальный фильм об истории развития города Боровичи, но больше всех шансов, по оценкам экспертов, у проекта из Демянского района «Тропами войны». Молодежь предлагает создать экскурсионный центр для развития военно-патриотического туризма. Суть проекта, что мы создаем волонтерский корпус, который будет создавать новые маршруты, вводить квесты по этим маршрутам и будет привлекать молодежь. Что-то подобное ранее было? У нас есть практика, так как Демянский район очень богат военной историей, там более 100 захоронений. И поэтому у нас сотрудники музея проводили, но вот чтобы это было с квестами и большое привлечение молодежи, то это будет новшество. Федеральный грант предполагается финансирование из регионального бюджета. Департамент образования выразил готовность вложить свою часть денег для создания экскурсионного центра в Демянске. Наши ребята заявились на грантовую поддержку в 100 тысяч. И эксперты уже увидели и сказали, у вас очень хорошие шансы и предлагаем вам даже увеличить заявленную сумму до 200 тысяч. И мы бы очень хотели, чтобы эти ребята получили. У нас пока так складывалось, не было финансовой поддержки на федеральном уровне таких проектов. Также новгородской молодежи сегодня предоставится возможность пообщаться с главой нашего региона. О чем студенты спросят Андрея Никитина, мы расскажем вам в наших вечерних выпусках. Из Ленинградской области Алена Сувтина, Петр Самусов, Новости, Новгородское областное телевидение.